Чтобы ко мне потом было меньше вопросов, потому что наверняка опять любители шаблонов C++ зададут эти вопросы. Действительно, с помощью шаблонов можно решить любую задачу, вопрос. Стоит этим заниматься. Самому очень нравится, но очень сложно. В реальном плане это шаблоны, ну, убыточно для компаний. Ребята, кто из вас действительно от корки до корки прощел Александрскому можно C++ поднимите руки? До половины, да, это хорошо, до половины больше, да. А кто понял и начал, по крайней мере, код читать эффективно такой, да, уже меньше, да, а кто научился так писать? Ну, вот Александрск и маленькое сообщество языка 1, да. Да, кто использует библиотеку Лотти? Очень, очень элегантно, замечательно. Я даже когда-то был на собеседовании совершенно безумно. Видимо, человек, который меня обхакал, вот только что прочитал мой СМС, половина вопросов была на помощь или писать список типов. Я говорю, ну, сложный вопрос, по одной файсе, сколько бы сказать. По крайней мере, в тот момент, где бы мы ему радио сдали C++, точно нет. Поэтому то, о чем мы сегодня поговорим, тоже можно сделать даже глобок. И оно будет очень элегантным. И выносить C++ в 98 и на более свежих 11-14 стандарте будет еще более эффективно и интересно. Но пользоваться этим важновато. А писать это просто безумно сложно. Поэтому мы поговорим о каких-то гораздо более простых вещах. Кроме того, как я себе, чтобы немножко был понятен мой программ, как граница знания и знания, да. Сразу признаюсь, я всех вас предал. Я начал писать с ассемблера для промышленных контроллеров. Причем даже не простого ассемблера, а в силу его специфики, он был на немецком языке. Не было команды, например, там, Олев, была команда Ахов. То есть работа она очень специфическая, да. Через 4 года такого труда я вот перешел в C++, много лет поработал в этом направлении. А потом меня попросили курировать автоматизированное тестирование. Вы не поверите. Я последние 3 года помимо C++ работаю, занимаюсь автоматизацией. И есть сообщество Камака. Подходите, кому интересно. Вот оно одно из, я один из тех, кто принадлежит друг к его созданию. Поэтому тема сегодня вот как раз будет на грани, в общем-то, сообщество, на грани темы. Она будет о моккопировании или маркировании, это еще вопрос терминологически, как правильно говорить, в C++. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Вообще, есть большой обширный документ, который мы потом выложим на сайте вместе с сопроводительной информацией. Там будут даже примеры основных, скажем, библиотек по моккопированию Ахов. Просто, по-моему, нет смысла проговаривать этот документ, раскрывать его или на базе его презентации. Если он будет нужен, вы, если заинтересуетесь, можете воспользоваться им в полной веке. А вообще, кто знает, что такое моккирование? Что, вот, насколько неактивно, да, хорошо. Моккирование – это, скажем так, ситуация, когда мы заменяем в реальную сущность фейкл по тем и по тем и по тем и по тем и по тем, и по тем. И, на мой взгляд, C++ – это актуально, как нигде. Потому что по каких случаях нам надо заменять реальную сущность Фрэнклор? Наверное, первый, самый популярный, по крайней мере первое, что приходит на ум, когда сущности еще нет. То есть вам уже надо тестировать что-то, чтобы использовать эту сущность, а сущности-то еще нет. Ну вот у вас там форма declaration буквально и все на этом. И C++ просто в силу того, что это часто долгостроит. Часто очень сложная предметная область. Это нормальное явление, когда сущности долгое явление нет. Вторая ситуация, наверное, когда сущность-сущность громоздкая, либо тест будет непоказательным, потому что сущность может впасть по независящим от нее причинам. Это база данных, где-то далеко. Ну, мы тестируем какой-то функционал изолированный, который должен получить запись из базы данных. Тесты хорошо. А почему не хорошо? Потому что когда-то выпал база данных, просто сильно у нас легла, или потому что действительно мы нашли проблемы. То есть вот такая проблема тоже есть. И когда мы должны эмулировать сложные экономики, опять же C++ это работа с железом очень часто. Пускай это не обязательно драйвера. Это могут быть какие-то высокоуровневые оперки над железом. Все равно работа с железом. А железо-то у вас возможно и есть. То есть пока, по крайней мере. Потому что железо всех воспасывается очень дорого. Яркий пример. Опять же вот системы экземплярового оккупирования. То, что писали предыдущие докладчики. Так получилось, что я на всю жизнь принял участие в разработке пяти разных систем хранения данных экземплярового оккупирования данных. И одна из важных частей, это чтобы быстро заливать даты на сторожи. Сторожи очень разные. У каждого свои пять. А ваша система должна как-то и единообразно с этими разными сторожами работать. И от EMC, и от ДОРАК, и от ИП, и от УГУ, и от самых разных производителей. Если кто-то дата-центр привез в флешку, то у вас с ней тоже должна работать и по возможности эффективно. Или почему бы все это село. И для этого нужно писать высокоурованные вайдерки. И вот железо, такое стоимостью, 100-200 миллионов, скорее всего вам это стоит в доступе в самый последний момент. Значит, скорее всего, такие ситуации тоже надо как-то маркировать. И получается, что в C++ это актуально, оно дает в технике. Но при этом Junior, разработчик, он сразу назовет там три флешка для маркирования и скажет, что он не пользовался. А опытный C++ разработчик, ну, к сожалению, он скажет в лучшем случае, да, я об этом слышал. То есть, прежде всего, это нужно для имени тестирования эффективного, для, по сути, суппорта имени тестирования. А еще такой вопрос, да, пойдем чуть ниже, да. Как часто вы используете видео тестов C++? Скажите честно. В 100% зала? Нет? Это очень страшно. Да. Тогда сразу возникает следующий вопрос, не знаю, просто в потолок, возможно, да. Считается. Ну, это когда, как нулевая итерация, да. Да, это можно сказать, конечно, безусловно. Скажем, а вот как можно еще практиковать или тестировать? Есть как минимум три способа практиковать или тестировать. Такие несколько вариантов. У кого-то есть предположения? Хотя бы один-два варианта. Вот, давайте маленьким. Это красивый термин, да. Который, как отжарова, да. Что у вас? Отжара. А дальше, а что за этим стоит? Вот за этим может что угодно стоять, на самом деле, да. Вот так и разработку через тестирование. Окай. Да, и это может быть в следующем выпуске. На самом деле, у нас был опыт работы непосредственно с сами основателями общего юнит-тестирования. С компанией Крайса. Ведь это в ней появилось экстремальное программирование. Ну, в общем, юнит-тестирование, разработчики через тестирование, как основная концепция. Проект был успешно завершен, но деньги за него полностью так и не заплатили. Крайса до сих пор нам должен две тысячи долларов, да. Поэтому, видимо, может быть у тебя предвзятое отношение, да, к разработке через тестирование от Крайса, да. Может быть, у тебя там вся проблема. Но, вообще, принципиально два подхода, да. Первое, когда тест не пишется до того, как есть что-либо. И, постепенно, да, формировается архитектура, да, вот классический, да, здравоохранитель. Насколько эффективно вот строить дом, начиная, я не знаю, с замочной скважины? Ну, по-моему, не очень. Вот так же неэффективно строить проект, именно архитектуру проекта. Начиная это все равно, мы не ответили, да. То есть, это абсолютно обратно, это замечательно, это единственный возможный способ, пока вы вообще не представляете, как решать задачу. Не знаю, марсяга при людей, да, кружок. Да, но это не разработка через тестирование классического понимания, это как раз третий способ практикования или теста, да, на мой взгляд, самый эффективный. То есть, это вот промежуточное, да. То есть, вот, первый вариант, когда мы все тесты пишем до того, и это актуально, то, если мы понятия не имеем, да, я не считаю, даже, не знаю, прилетели на стяге и поставили оптиматку. Вы должны нам на массе создать удобные условия для жизни. Постройте там добавки. И все. Ну, 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 и на всех платные данные, да. То есть, в другом ничего не подсказывает. Какие картины загадочные, да. И вот тогда вот мы сидим и начинаем с пундамента, это может закончиться чем угодно, да, или вообще какой-то может быть марсианский пундамент на массе. И человек начинает чесать, ну, если не голову, то что-то, как-то, ниже, да, нет правды в ногах по метре и выше, да, вот так и здесь, скажем, да, ниже. То есть, вы думаете, о, ключи. Наверное, в дом начинается с того, что я достаю ключи, да, страдаю в замочную скважину. Вот так происходит разработка через тестирование. И все постпосложения особо сложно, кому-то не нравится. Но, сколько таких проектов, немного. Писать тесты постфакту, в этом есть целый ряд плюсов. Ну, и ряд минусов, да. И вот, как говорили, лучше промежуточный ряд. То есть, вы сначала продумали эту структуру, у вас появился костяк. Вы, опять же, сделали какие-то, не важно, как это назвать, интеграционные тесты, тесты сервиса, ну, терморат много. То есть, ну, югин-тест после какого-то там высокого уровня, да. И потом начинаете пристать вот этот костяк мясом, и его уже разрабатывать через вот, через тестирование во всеми плюсами. То есть, на мой взгляд, это оптимальная стратегия, да. А еще такой вопрос. А для чего вообще мы пишем югин-тесты? Я просто хочу, чтобы какой-то был просто асимпатичнейший человек, чем его существует. А для чего вас просят писать югин-тесты? Вот было такое, что заказчик приходит и говорит, не задача вставить в тренинг бизнеса, да. Нам нужно, я не могу справиться с маком, как по профильной системе. Да, можно попросить на то, что нажать на кнопку, я не могу, если это понравится. Это вышел и все. Ну, пусть меня разбудутся, я не могу, что это будет. Куда я не нажимаю, как бы, он как-то лучше. А, вот он и есть уже, да. Прекрасно. Да. Та-ра-ра-ра-ра. Да. Вот были такие ситуации, что у вас заказчики спрашивают, напишите югин-тесты. Не с точки зрения бизнеса, да, обеспечивая нам высокое качество. Были такие ситуации? Регулярно, да. Каждый день, это постоянная ситуация, да. Вот для таких ситуаций возможным решением будет парсинг похода-генерация. Опрочем, говорили ребята на прошлом декларе. Почему? Отвечу на вопрос. Вот тот документ, который мы потом выложим на сайте, там их, причем мы выложим как старую версию, вот изначально, так и, новую, чтобы увидеть проект. Прошло три года с момента вот начала работы на этот документ. Т.е. как он появился? Компания «Семантов» попросила нас покрыть ядро своей системы 80-го горягодства именно тестами. И мы сильно вздумались, да, вообще, ну, зачем? Основной вопрос – ну, зачем? Оно 30 лет работало, как бы. То есть, ну, оно точно работает. Зачем покрывать ими тестами то, что до 100 пациентов работает? То есть, мы начали выяснять, вы хотите его рефакторить? Ну, в чем физический смысл, да? Оказалось, все очень интересно. То есть, публичная компания, да, много, в кавычке, «компетентных» стейтхолдеров. Мы очень благодарили, или он купил акции «Семантов». Он только хочет интересоваться судьбой компанией, влиять людей. И он услышал, что «Джайл» – это круто. Поэтому «Семантов» четыре года назад все митинги переименовали стандарты. Даже если это четырехчасовое обсуждение архитектуры. Это какой-нибудь, да, дремя, когда ты пришел в стандарты, то четырехчасовой стройный, да. То есть, мы переименовали где-то стандарты, да. Слово «Аджайл» желательно фигурирует то, что в названии «видим» идет. Можно с двух сторон, на всякий случай, да, как привычные, там, открываются, закрываются. И обязательно должно быть гейм-тесты. Им много. Чем больше, тем лучше. Вот, скажем, пока мы выясняли несколько недель, да, потому что мы сразу как прогнали, да, цикломатическую сложность посчитали. У некоторых функция, даже как у «чистой си», там, она превышала 300. Потому что, там, из «Ифа» через «Доуту», там, прыжок в «Свич» какой-нибудь, в «Икейс-25». Ну, да, сложность получилась такая, нетривиальная, скажем. И, вот, мы все эти документы, все эти исследования проводили, потому что пока не понимали вообще, как начать задачу, да, хотя бы мы, вот, предложили, хотя бы видим документы, исчезли еще, там, со сравнительным анализом и так далее. Потом, когда мы выяснили задачу, мы, действительно, вот, с помощью тех же средств написали парсер, написали кодогенератор, который генерирует тесты, генерирует документацию тестов, вычиняя все лишнее, да, то есть, чтобы оставить только условный оператор, да, все из телометодов выкидывали, так смотреть проще на код, да, чтобы под две данные давать. Ну, в общем, много еще. Поэтому тема вообще, конечно, очень актуальна и для «Ини» тестирования тоже. Поэтому вот это сразу важно задать вопрос, да, для чего вам нужно «Ини» тестировать? Если вот для таких целей, для политических, тогда монтирование вам, скорее всего, не нужно. У нас все без монтирования. И еще такой вопрос. А какие фреймворки для «Ини» тестирования вы используете? Их же тоже наверняка много. Googleтест, да, классный фреймворк. А Google Мог, кстати, отстроился как-то, победил в нашем состязании среди девяти инструментов бесплатно, и Google Мог оказался, ну, наобзверт, наиболее удачным. Ну, да, есть такой фреймворк. Есть, кстати, есть фреймворк такой, да. Так вот представьте, что оказалось, что, например, для «Ини» фреймворка «Ини» тестирования недостаточно просто-проформины. То есть, буст нет, не просто-проформины. Google тоже оказался не просто-проформины до конца. Потому что у них были перепакеты, там, 80-го года выпуска, совершенно непорядными компиляторами, из чего зарисочаточного в C++. И они очень много вещей не поддерживали. Поэтому, например, один из кретерриев, вот, при выборе фреймворка, да, была кроссплатформенность. Вот, оказывается, бывает настолько суровая кроссплатформенность. Да, хорошо. И давайте тогда мы сейчас поговорим, коротко, о том, а как вообще можно реализовать модирование, да. Потому что вся информация, по большому счету, в структурированном виде. Ну, то есть, это такая, ну, информация, которую очень трудно представить визуально, как такое, когда смысл рассказывает сравнительный анализ, он будет представлен на сайте. Давайте лучше подумаем, как можно реализовать модирование своими силами. Все фреймворки, которые мы рассматривали, в лишнем образовании. Так что один из плюсов, можно скачать в скомнике, и потом посмотреть вот те вещи, которые нас заинтересовали, да. Можно реализовать одним способом, вторым, третьим. Один фрейм вот пошел по одному пути, второму, второму, третьим, по третьему. Хотите поучиться, как бы, хорошо писать, да. Давайте общаться с помощью кода, да, с коллегами. Давайте посмотрим, что же мы придумали. Как можно вообще... Скажем, для начала нам нужно каким-то образом описать, что же мы хотим замутировать, как это можно сделать, какие есть ряды. Да, да, но это уже решение, грубо говоря, да. То есть это то, каким образом мы можем реализовать это. А как мы можем описать? Ну, грубо говоря, да, в рядах-то немного. Мета-информации какой-то, не знаю, XML-фар, да, конфигурационный диамог. И непосредственно входит, да. Плюсы есть, и потом в другом подходе. Чаще всего не комбинируется. В ходе вы вообще локально можете, да, вам нужен глобальный умог. Вы для этого конкретного теста написали конкретное ожидаемое поведение, фейковое, да, и вы его сделали. Ну, в XML есть свои плюсы. Ну, или в каком-то другом формате, да. А можно совместить, да, вот то, о чем говорилось. Ведь хедер дает нам, ну, более информации, да. То есть он, ну, по сути, всю информацию он нам дает. Давайте мы его распрасим, и на его основе он еще только мог. То есть нам кроме хедера, получается, нужны минимум информации. Значит, можно вести, например, комментарии, или можно вести атрибуты, которые появились в предыдущем декларе, и получить собственный фрейм для монтирования. И опять же, существующие фреймки пошли там, в том числе, по такому пути, потому что вариантов немного. Но вот по такому пошло и так много. Большинство пошли либо по XML, либо по коду, да. Давайте совместим. Давайте вот в H6, да, зачем нам негулировать информацию, вот все та же проблема. Просто сделаем какие-то привыкания. Хорошо, это то, каким образом можно эту информацию задать. А то, каким образом можно монтированно реализовать, да. Вот через наследование. Да, конечно, можно реализовать через, ну, наследование. Неважно, как мы его делаем, с ручками, да, либо с помощью макроса, например. Но вопросы получатся гораздо более маконичны. Опять же, за все надо оплатить. Ну, потом эти макросы попробуют подебаж, если все будет, что-то пошло и так. И в тестах тоже бывают ошибки, да. Это самое страшное, да. Проблема в четкости ошибок. У вас тест прекрасно проходит, да, потому что эпоха теста неравна неправильная, да, как у нас сегодня лично неправильная. И все работает замечательно. Получается, хорошо, есть наследование, да, прямое, ручками, с помощью кода генерации. А что еще? Что еще можно сделать? Идти в C++ еще, бывает, хоть эти наследования. Можно просто такую же бинарную структуру сделать, да. То есть вот один из хаков, грубо говоря, не знаю, у вас есть какая-то сторонняя библиотека с private-методами, да, вы хотите сделать их public. Ну, хорошо, когда у вас есть доступ, вы там сделали define private public, и все у вас как бы нормально отработало, да, а если нет доступа? Ну, мы сделали такую же бинарную структуру, такую с папой, как есть, ну, вы уже смогли доскучаться, до этого не могли доскучаться. Многие проектом с такими копировками пошли по такому пути. А что еще можно придумать? В общем-то, в процессе переваривания предыдущего года это уже смешано. Подсказки, не шаблоны. Ну, то есть, действительно, сделать что-то наподобие для реклешина, да, пускай, только вот доукрощенного, да, там, неважно, какими средствами, но, да, именно так. И, получается, что инструменты пошли вот по этим путям. Они пошли либо на базе кодогенератора, да, при этом кодогенератора есть на жалобе, кодогенератора есть на углы, там, на самых приложенных языках. Пожалуйста, то есть нам ближе к ситуации, почему углы не сделают хорошее решение, да, с помощью фарсера и кодогенератора, на, ну, на одном для нас языке, грубо говоря. Ну, это разумное прощение нашей жизни. А другие решения, пошли, скажем, там, локальные классы, то есть еще что-то. И что уже в них зашито, неважно, да, и в одном и в другом случае, может быть, кодогенератора, использованные техноручками локальных классов, может быть зашито, как, да, бинарная подмена, как расследование, так и какой-то свой вариант, для техноручки. То есть, особенно еще подумать, по-моему, нельзя. А вы придумали что-то еще придумать? Как это еще можно реализовать? Может быть, есть идеи? Нет? Жаль. А то могли бы сейчас придумать какую-нибудь новую область ситуас-класс программирования. Все же Александреско выдумали. Ну, вот, наверное, если очень коротко, то там подробная информация потом будет выложена. Там будут рассмотрены 9 фреймберков, все бесплатные, все офисорсные. Там будут рассмотрены сравнительные анализы, критерии и, скажем, результаты анализа. И топовые будут, прямо к примеру, каких-то самых базовых кейсов. Вы хотите поиграться с этим фреймом. Скачали там-то, не знаю, прописали то-то, сделали так-то, так-то, так-то. Может быть, есть какие-то вопросы желательно ответственные? Познавайтесь. Тогда у меня вопрос. Кто-то там? А, у вас вопрос. Отлично. Хороший вопрос. Все было весело-то проще. Поскольку это было ядро системы, то, ну, будем откровенны, если бы вы могли писать или тесты вообще при полном отсутствии у человека, то программисты бы тогда не были нужны у вас. К сожалению или к счастью, пока настолько умной коды генерации нет. Поэтому, естественно, мы создавали всю инфраструктуру, в том числе, скажем, посчитывали дипломатическую сложность, создавали файлы сразу с размерностью, сколько должно было быть сетов облигданных. Но, естественно, заполняли бы только один сет с дофунктовым изначением. А поскольку это было ядро, то первое встречное но, которое не было проверки, роняло все, ребята, все заканчивалось. Поэтому, как раз, на самом деле, демонтирование делать не дошло. Потому что, там задача была другая, да? Задача была в литературе иске хода. Наш хода-генератор генерировал такое количество хода, гигабайты юнитестов. И, заметьте, они работают. Главное, если бы запустилось миллион мини-тестов, и все они прошли. Нет, миллион запустился, и все красные. Видно, что действительно отработали мини-тесты. Настолько столько проблем, конечно. Поэтому, на самом деле, да, вопрос очень сложный. Если есть статические зависимости, грубо говоря, одна из проблем, почему в C++, при том, что, казалось бы, макирования должно быть очень много. Почему его, на самом деле, не так много сегодня? Одна из причин, что код должен быть, для того, чтобы его покрывать юнит тестами, он должен изначально описаться, эксперт положения, да, что он будет таким образом тестироваться. Когда он так не пишется, то протестировать его потом очень сложно. Когда есть случаи зависимости, циклические зависимости. Вот банально да, цикломатическая сложность. Ведь этот код работает. Сложат больше трех слов, но он работает. Я не знаю, там, сколько седых программистов вышло из стен, да, вот, чтобы написать вообще этот код, но он работает. Ну, действительно, если бы мы начали там еще что-то макировать, я не представляю, что мы это закончим.